Очень долгое время я действительно верил, что дарвиновская теория объясняет биологические явления. Не потому что я на самом деле видел, как эта теория действительно может это объяснить, но потому что мне было сказано, как она все это объясняет. В школах мне преподавалось именно для дарвиновской теории. В колледже и в аспирантории я находился в атмосфере, в которой просто постулировалось, что теория Дарвина объясняет биологию, и у меня не было повода сомневаться в этом. Так и происходило, пока 10 лет назад я не прочел книгу «Эволюция, теория и кризис» генетика по имени Майкл Дентип из Австралии. И он выдвинул множество научных аргументов против дарвиновской теории, о которых я раньше не слышал. Это были очень убедительные аргументы. И в тот момент я почувствовал гнев, поскольку я подумал, что меня повели по ложному пути. Вот передо мной были очень хорошие аргументы, и я при этом проделал такой путь в биологии, став членом факультета, и при этом я даже не слышал об этом. И с того самого момента я стал проявлять глубокий интерес к вопросу эволюции, поскольку решил, что Дарвин не дает полного объяснения жизни. Причина скептицизма Майкла Бихи главным образом проистекала из того, что современная биология называет самой фундаментальной составляющей жизни — клетка. В 19-м столетии при жизни Дарвина ученые считали, что основа жизни — клетка — это лишь простой шарик из протоплазмы, маленький кусочек желея или что-то вроде этого. Им казалось, что его совсем несложно объяснить. Эти представления практически не менялись до начала 50-х годов, но в последней половине столетия в наших познаниях клетки буквально произошел взрыв. Сегодня мощная технология открывает нам сложный микроскопический мир. Мир настолько маленький, что наперсток с биологической средой содержит более 4 миллиардов одноклеточных бактерий, каждая из которых напичкана цепями сборочных конвейеров и миниатюрных механизмов, о сложности которых Дарвин даже не мог себе представить. В самой основе жизни, где всем заправляют молекулы и клетки, мы обнаружили механизмы, буквально молекулярные машины. Есть маленькие молекулярные грузовики, которые перевозят питательные вещества от одного конца клетки к другому. Есть механизмы, которые превращают энергию солнечного света в полезную энергию. В человеческом теле есть множество молекулярных механизмов, так же, как и функции, которые телу необходимы. Если мы говорим, например, о таких явлениях, как слух, зрение, обоняние, осязание, свертывание крови, дыхательной активности, иммунной реакции, все это требует массы этих механизмов. Когда мы смотрим на эти механизмы, мы спрашиваем себя, откуда они взялись. И стандартный ответ в результате дарвиновской эволюции здесь как-то не подходит, на мой взгляд. В начале 90-х, во время серии научных конференций, Бихи впервые поделился своими сомнениями о способности естественного отбора создавать сложные молекулярные механизмы. Один такой механизм особенно привлек его внимание. Я помню, когда впервые посмотрел в книгу по биохимии, то увидел сначала нечто под названием жгутиковая бактерия во всей ее славе, с ее пропеллером, с крючком, с ведущим валом, двигателем и так далее. Я посмотрел на это и сказал, так это же навесной мотор, это же было спроектировано, но не может такая штука собраться случайно. Реакция Бихи была неудивительна, поскольку молекулярные моторчики, благодаря которым бактерии движутся в жидкости, состоят из системы сложно расположенных механических деталей. Мы можем разглядеть эти части, если увеличим изображение в 50 тысяч раз. Биохимики использовали электронные микрографы, подобные этому, чтобы распознать части и трехмерную структуру моторчика жгутиковой бактерии. В процессе они открыли восхитительную инженерию на микроскопическом уровне. Говард Бург в Гарварде назвал это самым эффективным механизмом во Вселенной. Некоторые из этих механизмов вращаются со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту. Они встроены в сенсорный механизм для обратной связи с окружающей средой. И хотя они так быстро вращаются, им хватает четверти оборота, чтобы остановиться. Они останавливаются и начинают вращаться в другую сторону со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту. Так же, как навесные лодочные моторы, они состоят из многочисленных деталей для функционирования мотора. Жгутиковая бактерия. У нее есть два передаточных механизма, механизм охлаждения. Он работает за счет силы протонов. У него есть статор, ротор, ведущий вал, пропеллер. И они функционируют, как детали обычного двигателя. Это не то, что мы ради удобства называем эти части так. Именно так они и функционируют. С момента открытия ученые пытались понять, как роторный двигатель мог возникнуть путем естественного отбора. Пока что никто не смог дать четкого объяснения с позиций дарвиновской теории.